всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня очередное видео называется на на значке видео рай для бандитов ну или рай для покаявшийся разбойник как я там назвал ты его попадает в рай после покаяния за микрофоном не видно приходится выглядывать что-то вот такое вот видео поводом для него явился комментарии к моему предыдущему нет недалек недалеко недавно записанному видео воины мамона солдат в армии альтруис патриот или наемный убийца ответ был очевидным что он наемный убийца неким а морис кузьминц мне его написал давайте его целиком прочту он был мною разделен на два на две темы совсем как мы как я показал не связанные поэтому я в общем-то решил дважды на этот комментарий ответить взяв за основание текст и вопрос мориса я не уверен на все сто процентов но разве сам иисус не говорил разве может быть больше любви чем умереть за ближних и любимых своих вот одного из преступников на кресте иисус взял к себе в рай после того как один преступник покаялся хотелось бы разобраться в этом вопросе поподробнее если действительно надо защищать свою семью от явной смерти кровопролития например совершенно бесплатно и только по любви к своей семье как тут бы на я тогда в предыдущем видео который называется самопожертвование или как я назвал высота любви отдать жизнь свою или забрать чужую из-за друзей своих за любящих тебя до дал ответа морису на вот этот вопрос как быть как защищать своих близких или не защищать что делать но в тогда еще вот в этом видео про самопожертвование сказал что я не понял вообще не связки не логической цепочки и причем тут там морис вспомнил знаменитую фразу иисус о том что нет больше любви как сих пор положит жизнь же душу свою за друзей своих за любящих себя тебя у себя меня да кто и полагает вот но какая связка и вообще и морис вспомнил тут же еще я разбойники который покаялся на кресте и был взят в рай я так и не понял в этом комментарии я в морис этого лично не знаю но в том плане даже в переписке еще кто-то просто комментарий на ю тубе но воспользуюсь этим комментарием поэтому на часть этого комментария на вопрос как быть с тем что как полагать душу то отдавай свою жизнь или забирай чужую да как это делать то вот об этом вы узнаете если захотите посмотрите предыдущему получается как раз крайнее видео относительно этого сегодняшнего который вы смотрите и узнаете как как полагать душу свою за любимых за друзей своих а сегодня мы вот будем разговаривать о том рай вошел бандит покаявшись разбойник такая как бы словосочетание всем известная формулировка да то есть бандит вошел в рай разбойник до покаявшись покаявшись и попросив иисуса чтобы он вспомнил о нем когда придет в царство свое да сегодня мы этот вопрос разберем конечно же о таких подобных вещах я говорил неоднократный в том числе о самом этом разбойники конечно же когда мы касаемся в любого места из писания я всех всегда приглашаю в первую очередь на свой канал христолюб веган чтение библии иных писаний где у меня есть все вся библия целиком записано все все разделено по разделам библия ветхий завет апокриф и библия новый завет в новом завете вы всегда найдете все книги соответственно нового завета ну как и ветхом завете разделе ветхого завета если вы знаете откуда это место которое вы цитируете всегда можете обратиться к полному прочтению мною писания с комментариями да и найти там эти места но на проповеди на канале на котором вы смотрят видео обычно происходит наоборот да то есть и вы знаете как и терпеть не могу выдирание из контекстов и сегодня мы об этом опять будем всегда говорить да и поэтому просто чтение конечно последовательное хоть раз жизни она обязательно желательно уж библии как-то познакомиться не уразумевайте сами вот вам в помощь есть такие как я да которые помогут подскажут по поводу вырывания будем горит постоянно и вот в частности сегодня очень много и как всегда обильно потому что это одна из первых причин искажение истины до взять и вырвать одну как я говорю цитату иисуса и на ней построить весь путь своей жизни но это огромная глупость это огромная глупость что я говорю таким простым я люблю контрастные какие-то выражения образы выкиньте тогда вообще евангелие на помойку если вы взяли какую-то одну фразу иисуса да причем обрезали ее там порой даже обрезали даже предложение или мысль из иисуса до прямую речь обрезали контекст вот именно того события может кого-то кто чё кому было сказано где иисус находился сидел на горе с учениками или висел на кресте и разговаривал с разбойником это абсолютно два разных события две два разных контекста мысли кому о чем почему когда в какое время говорил в начале своей проповеди служение или уже под конец когда его миссия заканчивалась все это очень важно что не говоря о том что есть все евангелие а что он говорил другим людям получается иисус сам себе противоречил зачем вообще все это делал да если вот в одну фразу можно опереться и на одной фразе иисуса вырваны абсолютно из контекста или даже вот эпизоде вырванным из контекста всего его жизни служения то есть всего евангелия построить свое учение более того никогда не надо забывать что главный человек познать истину который в любви и свободе и вечной жизни то что евангелие до нас дошло в урезанной форме из меня то что у нас дошли даже четыре авторских евангелий так называемых ну и так называемых узаконенных да вот есть там апокрифичные евангелия много раз на своих канале ролики есть где показывал иисус бумажные и реальные их так называл или евангельские или но я назвал бумажные реальные тогда то есть одно дело то что до нас дошло в бумажках другая что было на самом деле сколько всего этого было невозможно в двухчасовую книгу читается на в течение двух часов евангелия вместить всю жизнь и учения иисуса даже земную а как иоанн богослов говорил да что и всех книг всего мира не хватит а что рассказать о всех деяниях божьих в частности даже иисуса христа как бы да вот это очень важный момент точно поэтому очень важно не не вырывать все это из контекста вы хотите евангелия потом нового завета хотите библии все хотите вообще всего мироздания а вообще по сути истины а истина в любви и свободе бессмертия ты понимаешь тебе все будет открываться вот по поводу этого разбойника сколько тоже спекуляции некий есть такой бесноватый профессор в православной секте осипов тоже любит его вспоминать там знаете они так извращают все ну почему бесноватый потому что сразу отвечу что кто там осипов смотрит претензий ко мне не было потому что бесноватство в концовке явил явно когда сейчас топит за убийство украинцев на расистами на украине данной территории украины поэтому о чем тут говорить все дети дьявола человеку убийцы и дети дьявола они дети отца своего человека убийцы от начала ненавистники поэтому свою сущность он раньше-то за патриотизм спины изо рта топил а уж сейчас тем более уж только до реальной дошло бойне ну они все там себя явно обличили кто они есть и кому они служат вот и и тоже он там любитель был они все извратят знаете создадут матрицы такие ловушки вот люди уши развесят свои до мозги выкинут на помойку сердце злыми делами как иисус говорит так и менять и ничего не понимают ушами слышь как иисус горло и не понимают и не разумевают да чуть о чем вообще говорят тоже любитель там говорит о его там все эти мы тут профессора богословом такой якобы под смирение косит да и вот тут все мы про монахи там супер да иисус и молитва а вот в разбойнику до попросил иисуса евро и вошел до пир первым во первых откуда взял что первым нам вот это все знаете когда вы вот эти бредни и религиозные потребляете эту блевутину вы хотя бы через одну ложку когда кушаете вы хотя бы продыхаете хотя бы в рот воздуха набирайте вы сравните это вообще с тем что какую блевутину они вам в рот влагают почитайте сами хотя бы в оригинале так скажем просто новый завет а то порой люди спросишь они даже не читали его они сразу слушают этих профессоров там попов этих недалеких да и даже не сверяют это с текстами еще взял шоу к откуда ось по взял что он первым вошел в рай разве рай не был эдемский сад создан от начала творения вот он чепуху несет и все это уж и развесит слушают бандит во первых не входил первым в рай искажение писания элементарно того что написано я уж не говоря о том что там добавить или убавить просто просто недалекости говорит о всем этом вот и все разбойник не входил первым в рай рай уже давным-давно существовал и в нем давным-давно полно народу так скажем да это раз это уж по поводу того что он там все это извращает да вот и причем тут это вообще по поводу того что ну что что он вошел понятно по поводу он правильно сравнивает сами же в этой матрице лживы живут там тысячи поклонов иисусова молитвы свечки до мощи и вся эта блевотина а потом когда в этой выдают это за добродетели то там причастие молитвенные правила и так далее а потом гортой но все это конечно ерунда он в рай первый разбойник вошел тип чем этот кичимся направь чем вы кичитесь да зато когда дело дошло до реальных добродетелей вы готовы вон у людей уничтожать зато там да и себя смиренных строит очень вот все это конечно чепуха ну и по поводу еще одна такая есть спекуляция то что как бы вот тоже там разбойник вошел в рай все теперь прямо в рай прямо в рай это как то то же самое выражается я порой даже его цитируем кто знает то и услышал я даже от него повод фразу взял прямо ножки задирай над пом тоже не он придуман еще дана народная такая фраза вот мы сегодня об этом поговорим во первых мы поговорим разберемся что рай и царство небесное это разные вещи почему в общем то сейчас и приступаем но прежде прежде он да в принципе отсылку во первых у меня подобные ролика очень такой он час 48 почти два часа да это дело спасение делами или верой кто знает у просто это у протестанта вообще клин по этой теме клин ложный да они извратили абсолютное учение иисуса христа учение о совершенстве о святости о богоподобии да оставив только глупую веру во что в историческую личность иисуса христа как сына божьего некого да и то что он взял на меня за меня все свои грехи я теперь вот такой чистенький вдруг окажусь в небесном царстве полная чепуха бог приходил на землю не для этого ничьи грехи никто взять на себя не может каждый будет отвечать по своим делам об этом прямо учил иисус христос более того иисуса христос призывал что если ты хочешь быть абсолютно совершенно блажен и счастлив будь кем богоподобие будет совершенным как совершенно отец ваш небесный любите врагов и прочее прочее мы сегодня будем все это еще вспоминать я просто чем пока анонс сделать вот у меня это видео спасение поверили по делам веры в любовь и бессмертие вера вообще не добродетели об этом всегда говорю чтобы и я ролик пишу длинные кто мне каждом услышит уже устал на это все потому что я уже говорил что по сути моя миссия выполнена я уже начинаю жевать одно и то же с разных вопросов да хотя все все это умный человек и так применит да но приходится записывать лишь нет конкретно название ролика вот благоразумный разбойник лекция или проповедь о благоразумном разбойнике конечно я вам сказал уже все это можно найти на канале библия в рамках чтения последовательного там это евангелие от луки мы сейчас конечно зачитаем этот эпизод более подробно вот этот ролик спасение по вере после этого ролика я очень рекомендую посмотреть они очень близки к теме но и вообще сам плейлист с подобным видео способен с подобными темами это плейлист называется на моем канале вот на котором вы смотрите это видео это христианство жизни иисуса христа его учения о любви и свободе и бессмертия тут 118 видео потому что есть более мелкие плейлисты порой они даже там задублированы ролики но кто такая тема интересует христианская жизнь путь спасения святость о боже несовершенства учение иисуса христа и путь христианина вот это все как как достичь от царства небесного да все это вон там по сути так скажем евангелие да вот вот это у меня такой плейлист есть там все это найдете но мы с вами давайте им приступим я все вам целиком себя показываю стараюсь все делать видео чтобы уже никуда не бегали не искали читаем я снова по синодальному я просто скажем на нем я с ними столкнулся впервые когда бог не открылся вот прежде бумажки я все кто знает на историю знаю что они через бумажку познала истину бог лично мне открылся но потом когда я стал изучать бумажки до синодальный перевод был первый в моей жизни первая любовь да вот но и поэтому я как по нему мне ближе читать можно читать любой перевод более-менее не все одинаковым но яме там синодальный новый русский что-то такое короля иаков в принципе все это у них есть у каждого и плюсы и минусы да благоразумный разбойник историю с богатом разбойник это история о том когда иисус уже был распят да он был распят и была над ним надпись написано это евангелие от луки 23 глава с 38 по 40 30 их мы с вами прочитаем и была над ним надпись над распятым иисусом написано словами греческими римскими еврейскими он есть царь иудейский один из повешенных злодеев распятым был среди двух разбойников папа правую по левую сторону от них да нуля и они от него соответственно и один из повешенных злодеев злословил его и говорил если ты христос помазанник до божий спаси себя и нас ну и вы помните окружающие все там кричали и фарисеи издевались над ним спаси себя садись креста и уверуем что ты великий пророк другой же преступник разбойник бандит напротив унимал его своего так скажем товарищей говорил или ты не боишься бога когда и сам ты осужден на тоже ну что и я до что вот мы оба осуждены на тоже год я вот и меня конечно страшит участь которая ждет после того как сердце остановится давно ты или ты не боишься бога когда и сам осужден на то же на что и я да но мы осуждены справедливо потому что достойная по делам нашим приняли то есть признаешь что жизнь его было ужасная злая вот это что их поймали осудили в принципе конечно не хотелось бы да но они же не сами видимо сдались но он признаешь что это достойная точь то то что с ними происходит это достойно их не жизни сами они видимо ни одного человека сколько я зарезал сколько перерезал помните да из этой песни советского кинематографа а он ничего худого не сделал говорит разбойника откуда он это взял но очевидно знаете там кто-то все любит очень конечно я сам признаю верю в чудеса божьи ну чудеса по сути просто что происходит либо редко и либо просто необъяснимо классическими вещами да вот и что разбойнику как бы там было открыто об исусе да вы поймите разбойники прекрасно знали кто такой иисус потому что об исусе уже молва ходила не то что там по иудеи самарии галилеи мы помню с вами но кто не помнить я напоминаю да надеюсь что вы помните изучаете писание вот что вот именно когда уже последние дни ареста вот я ведь читать будем чуть я люблю рассказывать потому что я писание знаю дословно как я вреда близко к тексту поэтому все вам прям не открывание готовлюсь своим словам пересказы вы можете вся мне проверить хорошо что если вы уже знаете понимаете что я говорю то что вы читали да сами изучали вот что иисус как раз на последнем вот этом уже году когда там юрусалиме последний год его служения как раз был моментом при подошли даже язычники да там ну потому что была пасха и евреи с разных мест земли стекались на большие свои эти праздники вот но там были и уверовавшие с язычником иудеи мог быть кто не в курсе вообще-то не только евреи до иудаизм это религия да вот а евреи это нация хотите да и от нас если хотите вот но кровь по крови да но иудеи мог стать каждый кто примет иудаизм кто обрежется это мог быть любой язычников вот и и на поклонение могли кто угодно прийти но там есть были конечно норма там хождение не вхождение определенные места каким святыне может хоть никаким нет и там где при входе поставить на не суть важно и вы помните что просто был случай подошли и к ученику иисусу к нафанаилу помда и сказали хотим видеть там иисуса то есть он говорит вот все наступило время потому что уже слава моя пошла вон там далеко да вот здесь и поэтому знаете думать что тут дело в разбойнике что он там по откровению как он прям божьему видит перед собой не просто там сына человеческого как иисус себя иногда называла его называли сына божьего или прямо самого бога явившегося в плоти бога любовь явившегося в плоти да нет просто об иисусе молва ходила и действительно здравые люди да в отличие от книжников фарисеев законников и половины бесноватого иудейского еврейского народа до понимали что он человек как он и сам говорил когда его судили за что хотите судить меня за какой из добрых дел хотите побить меня камнями не раз он вопрошал к своим обидчикам к своим врагам к тем кто ему противился да и они говорят что не за добрые дела за богохульство вот и слава басусь действительно ходила как о таком великом пророки проповедники но при этом нереально любвеобильным творящим везде и всюду добрые дела и никому не причиняя никакого зла да прежде всего вот и поэтому они слава ходил вы думаете разбойники что ли мне его не знали вот тем более люди знаете сейчас все у нас в телевизор есть мы вроде в курсе всех событий а взрослые мы порой не знаем чего соседнем доме творится раньше без интернета порой люди на сарафаном радио еще быстрее лучше все передавали о чем поговорить от мы сейчас в телевизор уперлись все вот раньше люди общались до на них каждая новости известны как от весточка был просто сидят за костром там вечером перед костром и все это общались вот поэтому безусловно эти два разбойника прекрасно знали кто такой иисус но не прям конечно не были его учениками но слова не уходила вот вот и все и ведь и заметьте ведь все эти события происходили их вместе всех но иисуса перед этой казнью в отличие от разбойников и еще дважды наказали да еще и сбив до полусмерти бичеванием да так называемым который ему понтий пилат назначил в надежде того что у евреев увидевших у бесноватых евреев увидевших ну тех кто требовал смерти иисуса хоть что-то ёкнет до этого будет достаточно нет они этим они этой крови не упились вот и поэтому пилат в концовке отдал его еще и на распятие да вот все это видели эти разбойники все прыхая происходило на их не глаза потом вместе так скажем с иисусом но кто знает крест любой как как преступник сам несет свой крест так как иисус был сильный изможденный избит неоднократно и особенно вот этого казнь через наказание через бичевание а по сути казнь потому что бичевание наказание бичеванием в 50 процентах случае заканчивалась летальным исходом то есть смертью до люди не выживали вот и мы знаем что даже некий симон кири янин шедший с поля так скажем за как войны заставили нести крест иисусом как-то вместе возможно если можно фильм страсть христова посмотреть возможно это так как-то и было как он пытался показать аудитории нам всем зрителям в евангельских прям мелких подробностей нет мы можем лишь догадываться каждый себе рисовать эту картинку мира в тысячелетней давности вот и однозначно что разбойники это где тоже плелись там может быть обогнали иисуса шли может быть сзади их оставляли чуть-чуть позади и они как-то все вместе шли на это голгоф на это лобное место то есть на место вне иерусалима где распинали преступник приговоренных смерти через распятие вот ну может там и по-другому казнили и отсечением главы не знаю точно таких уж что вещах я вам всегда какие-то еще и нюансы раскрываем что знают всем делюсь вот и преступник все это видели и знали они иисуса прекрасно да ну прямо ну так по слухам конечно же да вот прекрасно понимали к тонке чудеса пушмала ходила о нем о нем уже знал вся иудейская земля и десятиграде и самаре и галилея и уже там клево только не знали и в египте и греции время уже приходили стекались даже и просили видеть иисуса да хотели с ним познакомиться вот так вот и поэтому конечно же разбойник прекрасно знал что человек этот да он мог разбойник идеально не знать но прекрасно знал что его судили смерть за смерть да и уж разбойники что там творили да то есть грабили штуку грабеж разбой это завладевание через чем-то имуществом с нанесением тяжких телесных повреждений человеку либо его убийства да вот это не просто вор карманник там до которого самого сша там народным судом до смерти забьют из какой троллейбус и вытащив нет это разбойники это когда люди нападают и либо избивают сильно жертву там отнимать все что не есть но и вплоть до убийства до чтобы завладеть всем что у него есть вот поняшу и у этих разбойников руки там как говорят по локоть в крови возможно по макушку они там в этой крови всегда вот и он прекрасно понимал что уж иисуса то да за чтобы там вы не судили они никогда не хотела мало мало что он там убийца какой-то мародер еще что-нибудь насильник нет то есть все прекрасно ли что проповедник добрый пастырь добрый проповедник выходе проповедующие творящие добрые дела для людей да вот это было очевидно поэтому этот преступник этот разбойник именно так и выражается именно так и говорит а он ничего худого не сделал бы и сказал он иисусу помяни меня господи когда придешь в царство твое и сказал ему и ответил ему иисус истинно говорю тебе ныне же будешь со мною в раю и вот я говорю опираясь на этот эпизод на эти слова иисуса вопрошение разбойника делают какие-то богословия витиеватые предания человеческие бредание человеческие блеотины не выводят которые ведут христиан вообще не туда сегодня я вам о всем этом скажу я надеюсь вы познаете истину она вас освободит и вы пойдете верным тернистым узким путем да со своим крестом на плечах в небесное царство любви иисуса христа в него попадают не через простое покаяние да но как видим даже будучи распяты можно в отца идти потому что рово второй разбойник не раскаявшийся именно туда отправился можно даже закрыты за идя за иисусом ну я убежден что символично наверняка так вовсе устраивает ягу они за иисусом даже шли то есть их не вперед гнали несмотря на то что они были здоровы и могли сами свой крест нести их никто не избивал до этого распятия я уверен что символом был так что они их не гнали вперед не давали им идти быстрее что они шли за иисусом чтобы это потом символьно для нас значило что действительно можно идти за иисусом можно быть даже распятым рядом со крестом да как он предлагал ученикам своим сесть по правую по левую сторону от него до сначала на кресте повисать повисеть через это сядешь и на престоле славы вот можно или и повесь и будет быть будучи будет быть повешенным рядом со христом а куда войти то в ад самый настоящий да вот по поводу поэтому рая игры но уже про осиповский этот бред я сказал по поводу там 1 не 1 как видите в тексте никакого нет что разбойник ныне же первым будешь со мной в раю тут ничего такого подобного все близко нет это все бред не православный добры бродославные эти да ничего общего с истин они не имеют тоже то 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 что разбойник оказывается иисусом в раю это ни о чем не говорит что он туда первый вошел вот отсюда это вообще никак не следует это раз по поводу начинает вот просто упираться таки ток богословий не вывод что раньше какой-то брать закрыт было все это все взяли по если рай был еще человек не спал сырой значит он существует до что он выгнан был а где что добром на лоне абрамова где-то лон абрамова да и начинает там гадать ведь его ты эти богословия водить по поводу ныне же недавно мне я шорца записывал то на канале христа любви блины и писание там как раз на этот шорт вот на это место из писания вот на это на на это благоразумного разбойника это кстати комментарий так и увидел я вам не буду на экране показывать так по памяти расскажу тип человек написал что тут запятую неправильно поставим в русском так и хотят так ну казнить нельзя помиловать все знают этого присказку и это такую как сказать бабами формулу да действительно или мудрость такую где запятую поставишь казнить нельзя помиловать или казнить нельзя помиловать но и что типа здесь запятая просто не так стоит то есть истинно говорю тебе ныне будешь со мною в раю что не сразу с ним в раю оказался да а типа вот попозже или когда-нибудь прежде чем разобраться со всеми теми вопросами я уже неоднократно показывал эту иллюстрацию но подобный я эту заново вчера лепил вам полдня для вас да такую наглядненькую красивую чтобы все было понятно я иногда вам так на сером фоне все рисовал нот я вам решил такую красивую подготовить картинку до мир делится первое вы помните сотворение мира до рай там был сотворен человек я такую полосу серую сделал можно было это линии назначить да я сделал такую полоску вот у нас рай здесь есть да сейчас я тут открою куда чтоб не мешал это сюда ладно вот у нас рай такой есть да это синие полоска где был создан человек весь наш путь жизни да кто мы еще неизвестно будет в этом как мы жизнь свою проведем никто не знает был сотворен первый человек и запомните было их не 21 не мужчина не женщина просто человек по образу и подобию одного единого бога потом он был не не вертикально горизонтально разделен на мужчину и женщину до для познания так скажем любви вот чтобы был объект любви помимо бога вот человек еще пустое место он не творил зла и не творил добра это очень важно понимать вот и уже путь жизни человек проходит да но естественно человек что статус что сделал тогда согрешил и стал кем дьяволом согрешил он что сделал сорвав запретный плод образно нам сказано в библии на самом деле он убил животное за убийство этого животного сам вкусил вкушает смерть они уже адам и ева разделенные на них одевается эта одежда животного чтобы они помнили о своем грехе искупить этот грех можно только одним способом став веганом и перестать убивать эксплуатировать животные существа ну а потом конечно же там повалились уже убийство людей губление природы истребление и там все и докатились до потопа до того состояния когда всякое помышление человека суть зло во всякое время вы помните вердикт бога это не вердикта просто подытожение до чего докатилась человечество до до самого дна ада но я всегда говорил вы помните что действительно несмотря на то что мы скатились на дно ада если бы мы не скатились туда мы бы никогда не познали что такое бог есть любовь что бог есть жертвенная любовь конечно же мы могли сразу и должны были в теории в просто возрастать в бога любовь то есть начать друг друга любить делами до всю природу друг друга адам с евой потом своих детей и так далее так далее природу животных ангелов да и и друг друга но делать этого не стали но опять же так как мы там были ни в чем не нуждались мы были вечными не имели смерти мы ни в чем не нуждались одежда не нам не нужна была еда нам нужна была только то чтобы вкушать радость вкуса да не нуждались так скажем продолжение жизни она просто нас была вечный двигатель вот и действительно любовь могли друг друга оказать дом оказываем любовь я буду сразу пока реальный примером жизни рассказываю что я конечно сам себе могу и чайка чайку заварить до яблоко сорвать но нам приятно когда за нами ухаживать я сам могу себе что-то сделать там не знаю кругля прыщ выдавить до неприятно когда за ногти там подстричь но мне приятно когда за мной ухаживают да вот это есть любовь плюс это мы просто разделяем эту любовь плюс бог так задумал что есть вещь в которых мы делая которые совместно мы испытываем удовольствие да вот то же самый секс я говорю да в принципе на дождь может и сам получать удовольствие даже сексуальное но при этом и все равно никогда не сравнится с совместным получением удовольствия да вот то есть у всего есть своя в общем своя незаменимость своя уникальность да вот и поэтому в раю если если я человек не грешил и все время творил только добро он бы не понял он бы не он бы не стал богом он бы не стал богом творцом beg on isus им христом богом любовью жертвенной любовью потому почему потому что он бы так и не знал что действительно бог настолько любовь что даже когда ему творит зло он не отвечает злом на злом и сколько может отвечает добром до благотворит очень важно поэтому конечно скатившись на дно ада благодаря этому пути мы смогли познать что такое что такое настоящая жертвенная любовь когда ты готов любить врага почему ты способен сюда взлететь на это распятие почему потому что есть тот кто тебя будет распинать и тут цепочка опять чел ты сам таким становишься ты распинаешь тут и нет места на что тебя распинают поэтому действительно взлететь в царство небесное можно только что такое только через ад только через жертву до когда и кстати царство небе и кстати рай не зря я я вот здесь неправильно давайте все сотру даже стрелочку неправильно вывел вот действительно рай это нулевая шкала пусть ну пусть здесь сто процентов сто процентов блаженства райского да мы действительно могли вот так его познавать в нем возрастая но это было бы только сто процентов рая вы знаете почему именно мы не яры мы никогда бы сюда не возросли сюда можно попасть только только еще раз вот вот так вот только вот попасть можно сюда вот так сюда попасть не возможно иисус нельзя сказал эту фразу кому много прощается тот много любит действительно когда не не зря говорит что опять же самый лучший друг это когда-то твой какой-то самый злейший враг и когда он стал твоим другом это все и действительно такая когда человек проходит вот это мы все ты вы все что игру вы сами знаете вы знаете что никогда не говорю что такое отстраненное что не связано с жизнью это действительно так вот это правда во первых то если сам когда-то против кого-то согрешил кого-то подвел что-то сделал и вот действительно раскаялся и положил себе уже никогда этого не делать то есть вот ну у ортодоксов там в православии красаву святых отцов так называемых есть такое понятие это правильно они все выявили а жалко православное об этом не знает не читают и не хотят этого достигать это не падательное состояние это вот то состояние как раз пройдя вот этот путь когда ты сюда прошел если ты отсюда поднялся и вырос до этого ты его сюда уже никогда не свалишься почему то что ты прошел это опытом и положил себе пройдя до закон жизни что я туда не ногой убивайте меня режьте я никогда этого не сделал да то есть и святым людям о чем я говорю знакомы все понятно о чем я говорю да вот я веган христианин да всем я свят потому что я добр вот заставьте меня убивать животное или эксплуатировать мне жизнь не нужна если я буду творить такие дела то же самое с человеком то же самое с природой да я достиг этого до достиг мне это не надо все эти все эти знаете грешников отговорки а если там на необитаемом острове если вот приспичит или тебя убивать будут или подыхать будешь без еды на на острове или вот тут фашисты нацисты придут будет твой семью резать я говорю я вечный мое дело просто пройти экзамен жизни потому что я всех люблю и и желаю как бог смерти грешника но чтобы покаялся обратился и жив покаялся вот отсюда и жив был вот и когда он покаяться боль того и он не в рай вернется отца а в царство небесное я вообще не встречал чтобы кто-нибудь обратил внимание на такую вещь очень важную вещь говорю когда манипулирует этими вещами заметьте разбойник спрашивает иисуса действительно о царстве это очень важно разбойник спрашивает помяни меня когда придешь в царство твое иисус ему не говорит что он с ним будет в царстве небесном в царстве любви он ведь ныне же будешь со мною в раю очень важный момент я всем вы знаете все заставляю людей думать кто меня слушать самим до всего вот этого дайте размышлять логически бог есть и логика в том числе прислушайте каким образом вот это те же самые вопросы кто знает есть отдельное видео хотя его не помню я помню выделил возможно придется записать как заново но у меня есть такие вы найдете где-то это видео я говорил о том что детей в царстве небесном ну я говорила во первых на основании конечно иисуса христа речи о том что вы что царстве небесном не женится не выходит замуж но он там не присовокупил что детей не рождает но там именно это подразумевалось да и эти же бред не я развенчивал по поводу что там где детишки все в царство небесное попадают никакие дети не годовалый не месячный не однодневный не трехлетний не пятилетний не шестнадцатилетний даже не попадает царство небесное какую бы они якобы святую жизнь не прожили наоборот грешную да все эти дети переуплощаются для новой жизни в царство небесное может войти только сознательный человек достигший совершенства душа ну хотите человек это не душа человек этот человек это и душа и тело человек целиком есть человек мы все воскреснем и в царстве небесном с иисусом христов при великом разделении будут только те кто достиг совершенствовали у любви в жертвенной любви явив ее делом в своей жизни это очень важно никаких детей там никто рожать не будет если вы там родите нового ребенка новую душу начнете она этот она это царство небесное превратит в царство тьмы все то же самое это будет вечная вечный круговорот опять тогда бессмысленно было с рая с не спускаться в ад и мы опять попались бы в рай опять согрешили опять все то же самое мы рай уже один раз превратили вот это очень важно понимать мы рай в котором должны были только творить блага никакого зла мы уже свалились вот так потихоньку валились валились игру да и к потопу докатились просто на дно ада это уже все проходили в царство небесном будут люди которые первое что вот тут грань можно провести эти люди никогда не творят ну здесь даже грани нет еда простите я неправильно грань провел граню здесь мы проводим да эти люди у них табу на творение зла то есть никакого зла они никогда не творят все они вот здесь это минимальная минимальная планка вхождения так скажем в царство небесное ну вообще скажут что это рай там да это так и есть вы помните иисус и апостолы потом за ним говорили что у каждого слава будет разное все будет по делам каждый получать и звезда от звезды разница славе по павел говорил и у каждого дом свой у кого из алмазов у кого там и и золото и серебра или искать драгоценных камней у кого из дерева соломы и каждого дела испытуется во втором послании коринфянам от 1 послали втором прямо говорит что когда все разрешимся и со христом перина пына на суд христов предстанет то каждый получит соответственно что он делал живя в теле доброе или худое это написал христианам не язычникам протестанты все это выкинули все на помойку все просто уничтожили им это все не надо все чужое из них есть лютер ешь пей веселись душа моя я уверовал вера не добродетель бог ни в кого не верит бог не верит в бога бог не верит в иисуса христа иисус христос и есть бог он не верит в сам себе это вера не добродетель вера не делает меня богом не делает меня тем более богу подобным даже богу меня делает моя жизнь это очень важно понимать так он его спрашивает помяни меня в царстве твоем а иисус горит нет ныне же будешь со мной в раю в царство любви невозможно попасть туда правильно иисус горел туда никого пинками не заталкивают иисус не может никого туда затолкать почему потому что бог помимо любви я любовь другая и и сторона у любви это что свобода грань которой вечная жизнь такая медалька кругленькая до с одной стороны свободы с другой бессмертие окантовка и символизирует вечность вот вам медаль поэтому бог никого насилить туда можно войти только самому став святым это добровольный выбор сначала вот это что что верность называет моё мировоззрение мысли мои учение моё картины мира и второе это вера должна в дела реализоваться поэтому тот разбойник который в раю все эти слова и вот в том видео который я вам говорил вот это где она спасение по вере я тогда все это подробно но сегодня как видите тоже я буду говорить не говорю подробно слова рай спасение по вере и вообще спасение вот это спасение как павел говорил вы помните как павел спасся когда у них было к рыбы кораблекрушение очень хороший образ в книге деяния есть он же применим к духовному образу как они спасались год кто на щепках кто там зависло ухватился кого мама волнами выбило да как все вылезли горит вроде как то все потеряли они потеряли корабль все имущества и до голыми вылезли там всеми грубо говоря их там потрепало это прекрасный образ и всего слушайте спастись и и он говорил потом в послании может стать после этих событий мы не знаем вот он в коринфинах первую главу он и говорит что да ты спасешься но так как бы из огня у меня один раз там на участке горела баня да я знаю что это такой пожарный кого-то может еще похлеще было все эти ситуации знаете хорошего этом ничего нет как-то в труселях гонишь да потом приезжают менты там пожарники да все чуть ли не смеются никто делать ничего не хочет от этом бедный тушишь бегаешь замерзшие осенью дело было можно спастись как бы из огня да можно с этого корабля потом на берег выползти ты что как царь там уже не знаешь где трусы свои потом найти после этого шторма спастись то можно но выйдите на красную площадь галышом я всем говорю если вы такие спастись то можно сколько стыдобы то будет в тебе ничего нет где твои белые одежды святости совершенно жертвенной любви поэтому еще раз говорю слова такие как рай равно спасение равно прощение равно покаяние это просто синонимичные слова их еще намного больше в евангелии в новом завете во всей библии и в жизни человеческой это все слова обозначают вот ноль нулевую планку между добром и злом я тогда рассказывал что все эти там спасение прощения почему говорит что бог у тебя тут же спасает тут же прощает потому что человек сотворивший тебе зло возместить его уже никак не может как бы он не хотел есть такая гадкой и хорошая вещь как время тактик сказал слова как бы он потом не извинялся прошлого как говорится не вернут да может извиниться покаяться может сотворить плоды достойной покаяния в ответ тебе сказал урод на тип то будет слушай извини я я вспылил взорвался ты красавчик ты молодец ты умница это я взорвался он за одно слово потом еще творит плоды достойные покаяния в 10 раз чуть-чуть подарит купит угостить скажешь пошли вместе я там чего не куплю да человек возмещает на самом деле то боль которую причинил тогда сказав ты урод он и ну на самом деле он не может откатить время и и стереть и и извечности так скажем да поэтому и прощение вся подразумевает что ты ты прощаешь человека просто так потому что уже того не вернуть прошлого ты можешь просто отпустить это и все и это только тогда стирается из вечности так скажем когда ты тоже отпускаешь ты просто неважно что это было сегодня человек покаялся сегодня пока есть а из тем более творит плоды достойный покаяния тем более сам творит достойный плоды поконя а почему тому кому много прощается тут много любит от уж когда меня вот именно прощают я понимаю насколько человек обладает любовью что он меня за зло простил мне к этому человеку больше чувства чем к тому кому и не сделал зла и он мне как бы тоже но мне делает добро да а вот этому да я сделал зло в минус ушел да папа 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 как это называет по ауре да по карме а человек меня простил а человек меня обнял и поцеловал в ответ и улыбнулся у тебя сердце еще больше разрывается кто испытывал подобные чувства когда ты с врагами примеряешься еще по-настоящему да вот это действительно так вот еще больше любишь то есть ты вот из на ада действительно туда и вы оба причем поднимать и заметьте что все это абсолютно взаимно всегда я вам загрел что из ада по парам выходит и этот кто согрешил и против кого согрешили они вот на этот крест оба они оба летят на двух своих крестах потому что один жертвенно прощает другой жертвенно готов лепешку разбиться его вот это все и он творит плоды достойны покаяния творит такие что точно так же да потому что он начинает сверх отрывать от себя уже сказал урод ну скажи в ответ красавчик да я уже в ответ начинаю что-то еще что-то еще что-то еще что-то еще то есть я уже свое в принципе око за око до скал урод ну пока искал красавчик да тут уже еще 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 и слова и дела ты по сути что-то от себя отрываешь ты жертвуешь собой то своим временем своим словами имуществом и так далее вот это очень важно оттуда выходит папа и они оба начинают просто нереально любить друг другу то есть они становятся этими богами это очень важно понимать вот и поэтому все эти слова и поэтому что случилось с разбойником ну что случилось с разбойником куда он попал куда сказал иисус что-то ныне и знаете я вам я не помню мы закончил вот про тот комментарий услышал что где там запятая до ныне не ныне да дело вообще не в этом ныне 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 там сегодня ныне говорю тебе ныне просто будешь со мной вот сейчас говорю тебе хотя тоже немножко глупо но кто знает там к синодальному переводу куча претензий филологических конечно там и так далее да действительно там порой слова лишние кривые и чего только нету вот это очевидно что последствия переводов так далее я думаю что иисус бог 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 любовь совершенный бог говорил идеально красивый и правильного всех смыслов слова да вот и и делать не в этом и причем все что внешне вы же знаете что мир видим и не видим одновременно что что происходит внешне то значит и внутри говорят о том что он как бы по плоти пойдет в рай это чё это то же самое это что это то же самое чем иисус говорил что где сердце ваших где сокрови там и сердце ваши будешь сокровище кто вы там вы где какие вы внутри в такой мир вы попадете до какой в вашем сердце будет да какая ваша жизнь будет она и строит то небесное царство которого попадете любите животных там будет полно любящих вас животных как и было в раю не любите убиваете ради жратвы ради куска трупа их ради шкурки ради там порабощайте ради цирка никаких животных там не будет будьте в темном кубе сидеть что случилось куда по разбойник попал тут же он сам попал в рай почему потому что дура в днем оказался он раскаялся в своих делах попал в царство небесное нет он сотворил плоды достойные покаяния нет все эти бредни по поводу верю конечно особенно христиане слушают тут же в одном ролике я начинаю про реинкарнацию говорить у них мозги просто закипают потому что им картину мира просто извратили якобы никаких перевоплощений нет конечно же есть дети которые рождаются через год умирает и куда не попадает царство небесное и все детешки ангелы из этих детенышей и вырастают потом сталины гитлеры муссолини путлер и да и прочие прочие вещи каяфы которые христа убивали да и так далее пилаты и так далее да если вам на лбу у гитлера как в киевке в кино или у сталина пробежала вся его жизнь и обновь собственные родители задушили в яслих увидевшись какими делами он будет заниматься никакие детишки годовалые да в год они как как ангелочки говорят пока он по плоти и по духу и по душе еще вот такой вот потом это существо богоподобное будет развиваться это очень важно понимать никого в какой царство небесное его душа не попадает то что она это царство небесное превратить в царство тьмы как а рай мы превратили в ад это очень важно понимать поэтому эти конечно бред не можно поверить обмануться как иисус сказал потом правда локти будете кусать вы же поймите мы как живем так как мы верим вот действительно тут слову веры я не слышите подразумяя естественно всегда мировоззрение учения мысли картину мира как хотите слова вот опять разные слова об одном и том же абсолютно говорят не вера мировоззрение убеждение картины мира здесь тоже самое покаяние спасение прощение спасение все это черно-белый это уровень жизни просто и смерти да ты покаялся ты смерти потому что все что ниже это просто дно здесь смерть от где твою жало смерть где твоя победа да здесь жизнь в раю и она вот пределы совершенству нету так скажем да вот это все очень важно понять так что вот так вот поэтому разбойник просто покаялся до покаялся иисус ему что сказал молодец вот и в рай в тебе дам тебе новую жизнь будешь творить плоды достойной покаяния я естественно верю в раскаяние этого разбойника и когда бог ему дал новую жизнь я мог бы может и если бы может я этот разбойник в предыдущих жизнях мы все когда-то приходим к пониманию жизни один он не раскаялся новую жизнь начал но опять будет в ней кутыряться до этого дошло есть шанс что ко второму пришествии христа он уже станет как бог вот и все поэтому все очень важно я надеюсь мы с вами сегодня в принципе вот все эти вещи разобрали во первых по поводу рю люди не вчитываются во все это не понимают ну и да не достаточно вчитываться иисус иисус прекрасную фразу тоже сказал но истину да когда сказал вы не идете ко мне потому что дела ваши злы я свет пришел в мир но вы более возлюбили тьму поэтому не идете к свету да а почему потому что дела ваши злы тут тут замкнутый круг казалось бы как прийти к свету к иисусу у казалось бы бери да иди он есть добро любовь оказывается идти к нему и можно только добрыми делаем то есть ты в этой в начальной точке да раз уж у нас есть тут рисовал к ты в этой начальной точке должен решиться творить добро ты идешь ты творишь добрые дела идешь к свету и становишься этим светом сам да он говорит вы не идете ко мне стали потому что ваши дела злые вы не идете идете в другую сторону к тьме вот и все очень важно понимать замкнутый круг как познать бога творить добро а как его творить если я тьма это все начинается с вот отсюда мысль желание сходить потом воля понуждение себя по поводу вырывания этой фразы из евангелия еще расскажу тогда по поводу если разбойник попал в царство небесное только когда только за то что на кресте сказал господи помяни меня в царстве твоем да тогда выкиньте евангелие я напоминаю как минимум просто какие то это же редкие слова иисуса там их намного больше уж сколько он их действительно сказал то к чему тогда иисус говорил что до любите врагов ваши до благословляйте благотворите молитесь будьте совершенно как совершен ваш небесный к чему все это вообще к чему он рассказывал что царство небесное они рай царство небесное силою берется и понуждающие себе восхищают его получают его понуждают трудящиеся на пути христианской жизни какой отвергнись себя возьми крест свой и следуй за мною оказывается в царство небесное это не просто покаяние когда тебя праведно распяли на кресте за то что ты сам ни одного человека там возможно линчевал где-нибудь в лесах да нет это это жертвенная любовь за которую тебе еще будет прилетать как прилетела иисусу что ее разумел разбойник вот когда ты пойдешь этим путем потому что даже идя за иисуса но не неся креста своего это слова иисуса прямые да не мой ученик он сказал эта фраза а я вам образ показал действительно великолепны что можно дожить из со христом нести свой крест якобы в виде этих двух разбойников жить неправедной жизнью да но ходить по воскресеньях попиком под полотенчик и кается до делать вид что я этим сам делаю вид что я христианин христианина я веду христианский образ жизни я якобы иду за иисусом якобы несу свой крест это же все подразумевается в теории а в оконцовке живет неправильно значит из этого креста просто в от сойдешь как бы таково не обманывал ты бога не обманешь вот и все к чему тогда все это чему иисус говорит что канал придет до со второго пришествия во славе своей со тьмой святых ангелов то вас дождь каждому по делам его почему говорил это к ученикам своим почему в книге откровения сказано что святые когда идут на небеса дела их не идут перед ними 15 глава почему апостол павел прямо пишет почему апостол петр прямо пишет что все нам предстоит предстать на суд христов что суд начнется с дома божьего что иисус горит кому много верен и тому много спросится зачем тогда все это пребывающий в любви пребывает в боге и бог в нем говорит он богослов какой любви прибывает разбойник до него только сейчас будучи уже вися на кресте в адских мучениях до виде своего просто еще обезумевшего братца разбойника такого же да тут до нее доходит что конечно уж совсем перегиб они там по делам висят да он еще и он на праведника наезжает но это что святая жизнь вы хотите быть я вы знаете неоднократно ссылаюсь и как записал такой ролик упаси меня бог от небесного царства с моисеем давидом там соломоном и все и же с ними всеми да и даже тем же сам апостолом павлом порой да то что его послание там тоже тоже рост тоже возрастал да и смесь 7 я не имею ввиду души до когда они уже может еще раз 1 перевоплотились я может этот миссии прошлых жизней да но вот с теми с теми образом если все бы они попадали в небесное царство любви да да это посмотри какое небесное царство любви они строили на земле сразу станет понятно да палочки не в тот день собрал голову с плеч снесли хотите вы быть в таком небесном царстве это царство абсолютной любви там никто не то что делать там никто не мыслит зла реально достичь это состояние реально к те кто кто говорит нереально значит близко не прикасались христианской жизни вы не пытаетесь есть жить у вас куча грехов и вы пытаетесь просто найти себе оправдание вы думаете будет там со мной спорить то вы будете с богом спорить не все прекрасно понимают что суд божий кто его переживала я переживал его я рассказывал когда бог не открывался это не суд земной когда там тебе прокурор на тебя наезжает да сидит какой-то судья выслушивает адвоката нет там можно действительно что-то соврать собрать велики не собрать что-то явное все ускал все явно становится то все тайна становится явным просто открывается то что ты есть вся внутренняя есть тело как по описал душевное да а есть тело духовное вот носит тело душевное есть плоть более того еще и одежды животных сверху обтянута да а есть тело духовное оно подобно как я всем показывал когда-то это как вы видите проект рука у есть муж кино все ходили может домашних нет это когда свет летит и вот он на белом полотне все видно вот так и мы тела духовные будут это когда ваши мысли все будут тут же отражаться на вашей на 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 вашем теле духовном вы как диафильм будьте злой человек будет вонять праведник будет пахнуть благоухать как там выражаются религиозники да там смелый человек будет крепкий станом красивый трусливый человек быть горбатый воду да то есть это все вот все 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 даже внутреннее весь мир все внутренние свойства они будут они будут и внешне и сейчас он может быть действительно внешне стройным красивым таким крепким да ну на самом деле трусом да за скажи там кого защитить он тут же в кусты побежал внешне то он вроде стройные красивы там будет полно там внешность будет полностью соответствует внутреннюю миру это будет очевидно для каждого мы все это будем видеть все это будем чувствовать очень важно поэтому вы никого не обманьте вы будете здесь сколько угодно о себе фантазировать в этом животных любите если вы не веганы да что там людей любить если вы там в тряпочку молчите вам война началась всем до лампочки вообще расисты убивают всех на свете там украинцы мне какое дело у меня главное чтобы на кухне как отлета было вы не будет ни в каком царстве любви вы не способны к этой жертвенной любви ни в чем сказать родственникам правду боитесь истина о чем иисус говорил да будет неприятности да будет разделение в доме как иисус говорил потому что он приносит не мир в этом плане а разделение до тех пор пока кто-то не перейдет на эту сторону истины вы сразу будете все вместе в царстве любви в этой жизни над проповедовать надо говорить правду все это в себе упал в себе удушили все где вы будете нигде вы не будете поверивай иисуса христа где вы будете поверить знаете сколько в аду верующих яков очень хорошо сказала и бесы веруют и трепещут сиди в аду там же все веруны я их так и называл всегда на меня протестанты там готовы меня сожрать были с потрохами да я уже даже забыл каким там прозвище что дал то верующий бес его я все называю по игру я слушать я ничего другого как вам просто интерпретирую чуть-чуть по-другому слова иакова вот нет обижаются и ритни я это не я сказал даже 1 вон иакова обижать сна неакова вообще там не ставит ни во что да что лютер же считал то соломенным евангелем неизвестно как за че затесавшимся в новом завете вот к чему тогда все это поэтому можно сколько угодно конечно ссылаться и извратить это место не понимая истины надеюсь после всего то что я вам сегодня показал объяснил еще раз зафиксирую разбойник висит на кресте да гадкий человек створишь и куча зла грубо говоря просит чтобы иисус его вспомнил да может быть их себе билетик ему выписал в царство его царство любви иисуса христа его царство там то что он есть и в раю не надо смущаться что бог везде и всюду во первых если уж по плоти рассуждать по детскому как все говорю вспомнить что когда иисус воскреслом 500 людям сразу явился это раз вторых он бог это 2 и для него и и и и и ветхом за этим своим не раз читаем такие слова как что где ты сойду на но а да и там ты бог всячески везде не существует место у вселенной где нет бога в том же самом в раю и вспомнить как бог спокойненько ходил в прохладе рая поэтому удивляцию за сказал что он будешь со мной как бы в раю ну потому что иисус везде наш бог везде бог сейчас в каждом грешники даже что он есть кто петр прекрасно назвал начальником жизни кто может быть начальником жизни только бог это очень важно поэтому конечно же бог везде то поэтому в раю конечно же с иисусом христом иисус христос везде он из грешниками в аду иисуса распинали того будут благодаря тому что дыхание жизни жизнь и силу жизни и здоровье и силы вбивать ему гвозди в руки и ноги давал им сам иисус именно в этом кто кто видит во христе бога тут понимать что бог есть абсолютная любовь он мазохист или самоубийца там как это говорят нет у них есть свобода выбора бог им дает жизнь дает здоровье дает силы но творить добро ли зло не выбирают сами и сами за него в ответе бог не в ответе только потому что он дал им жизнь что они в этом что они это зло творят зло его творят по собственной похоти бог есть начальник жизни податель всякого блага яков об этом так и пишет бог не скушается злом сам и не скушает никого он не скушал их до чтобы они как там да и каких-то богословий нет иуда если бы не предал бы иисус бы свою миссию по искуплению человечества да не сделал бы но возведите тогда иуду великого праведника который совершил дело спасения на всех его осудитель обвинителей к я в первых священников пилатов да то они все молодцы еще распяли бога ради его великой миссии спасения человечества все это дурь дурь просто людей далеких от познания истины все блевотину конечно в христианском мире носят носит по кругу там своим детям влагают так называемых христиане которые якобы в христианстве растят своих детей и и всему это внешне числа а мы живем как живем современная кстати жизнь с теми событиями час который происходит особенно россия украина вот это все показывает да на каком дне ада лежит или лежит россия так называемая ее жители так называемый вот так вот поэтому разбойник просто покаялся да просто очистил свою жизнь до ныне же со мной прощение происходит тут же какой бы зло тебе человек не сделал до грабил убивал тебя на силу ты его можешь простить в секунду он попросил прощение ты его простил прощение это секундное дело ныне же ты со мной ты ныне же ты попал в рай да ты молодец твои дальше плоды достойны покаяния это очень важно поэтому здесь здесь это в этом событии не все евангелие а только его часть причем мы и в других вещах видели сус не раз говорил да во всем этом это лишь эпизод вот и все всего евангелия все истины так что вот так вот поэтому всем я вам настоятельно рекомендую от чистого сердца желаю того чтобы мы нас в царстве небесном был как можно больше а так как мое сердце сердце в полноте исполнено любви я конечно же вы знаете об этом говорю и проповедую что я не просто верю а знаю что будет всеобщее покаяние когда все я этого желаю всем сердцем и готов простить любого уж тем более знаете когда на сути речь идет вообще а чисто твоих врагах поправить тебя согрешил когда на сути там и прощать каждый здесь будет только тот против кого конкретный человек согрешил а то очень любит ой нет этих туда не пускай в рай я знаю там против кого согрешать от какой до них дело как иисус говорит ты что завистлив да что 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 я добр хозяин да и вот это очень важно понятно что никакой грешник как бы ты его не прощал а я бы всех в рай в царство небес отпустил ты его не пусть потому что тут есть кто из тех против кого согрешали обижены и кровь их как написано в библии выпьет к богу дело не в том что они такие нехорошие не прощают вы тоже не извращать учения иисус я много раз об этом говорил иисус горел прощать только тогда когда кается и это не потому что опять иисус такой плохой вы поймите сюда невозможно запустить грешника более того вы поймите что это закон природы бог не может быть не может быть тем кем он не есть на самом деле он никого не может сюда не впихнуть это закон природы из ада который будет который из гиена огненный который будет даже после великого разделения спокойно можно будет выходить об этом иисус прямо говорил что не выйдешь оттуда пока не расплатишься до последней копейки но туда можно только взлететь как на воздушном шарлике когда ты станешь святым когда ты там все круги ада пройдешь вкусе все то все то зло который делал другим потому что будешь такими же как ты да когда будешь там кается творить дела достойны покаяния там это тоже можно будет делать и придется делать что-то там будет на них на низкой степени иерархии кого-то начнут там прессовать вот и ты будешь когда будешь изменяться ты будешь светлеть хотите легчать будешь подниматься в царство любви а мы здесь будем с радостью всех встречать вот но когда он изменился в этой жизни очень важно иисус прямо говорил вот это не грешника в гладине по головке это огромная беда такого же самого что что извратили ученицу с христа никого здесь христиане не прощают без покаяния это очень важно человек должен покаяться цель жизни как иисус он никого он грыл покайся изменись если он нет не хотел иисус не брал его свои ученики это очень важно почему он не хотел им быть он предлагал хочешь вот так делай иди за он не хотел так ну все тогда все с приобрел согрешил против тебя пусть то скажи там двум-трем постарайтесь сделать все конечно чтобы ты на привести человека покаяния нет все будет он тебе как здесь и метарь и когда иисус учил иистом прощайте прощены будьте речь на том что когда у тебя просят прощение и ты вот с не прощаешь покаешься в человека вот ты тогда сам на это дно ада валишься что его оттуда не выпускаешь а значит ты вместе там с ним ты не по эту сторону тебя нет ключей ты там самокос сидишь поэтому естественно речь идет о прощении качает стада даже у тебя мин мига не должно быть о том чтобы задуматься о том чтобы не простить человека бог есть абсолютная любовь но когда он кается это очень важно понимать и надо понимать что ты это и делаешь из любви может туда просто так не войдут гладить по коровке труппажоров как это многие любят вы значит их не любите они не войдут они не будут вместе с вами вы просто проявлять что вам на них до лампочки многими нравится когда гру насрать да вы не переживать почему я всех труппажоров все время там или убийц там или всех этих до тех самых рашист сейчас пытаюсь привести потому что они не пойдут я не могу их простить они не войдут туда они не будто мне здесь ними я хочу не могу как они убивают они режут я нет они не будут там они будут несчастливы они окажутся в аду явно поэтому их не могу простить я призываю к покаянию вот когда они про покаяться мне и прощать их не за что будет все что было все бог не хранит мне все это растворилось все нету ничего есть только сегодня но до сегодня он то будет там а я то там мы не будем вместе а я хочу чтобы он был там где я а это возможно только когда он станет цветы станет добрым тогда мы там можем существовать вместе а так мы там не будем существовать он опять придет туда с ножом оттуда все животные все люди нормально разбегутся кто к себе кто в аватару овец пустит волка ну какой идиот кто туда пустит волка никто иисус прямо рассказал причем ищем богаче оттуда туда переходить вот так и нуде как он другую плечу выговорить вам все не договариваю одну на другую накидываю через забор туда не перелезут или про брачный пир он говорил который там как-то забрался без белой одежды выкинут обратно это же притча иисуса говорящий о том что как ты не хотел бы туда не через забор не в грязной одежде да не 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 волком в овечьей шкуре невозможно уже быть это здесь мы на этой адской школе жизни познания всех ужасов зла и всех радости добра можем тут дурачками прикидываться обманывать глядя прямо в глаза да там ничего уже этого невозможно будет там первых природа тебя сама пускать не будет точно так же как мы здесь подвластны законам каким-то якобы тяготение хотя иисус спокойно ходил по воде вот ему эти законы были не подвластны и но вот эти законы дальше будет действовать уже на духовном уровне то есть светлые души будут там витать вот тут в облачках до темный будет здесь пока темное не будет легчать и светлеть и она подняться туда не может подняться она сможет только через покаяние вот и все это неформальный суд бог не может пустить в рай где куча животных где все святые бац он пускает туда волчара который ну да я в тебя верил я конечно животных убивал или там платил за их убийство да за эксплуатацию за медицинские опыты я и расистов поддерживал можешь сам убивал но я верующий я вот я патриарх я гундяев я осипов не как-то как ты там будешь чтобы они опять царство любви в царство и более того это опять вот по детским разговариваем будет там будто бог их никто никого слышать не будет у каждого будет своя природа и каждый по своей природе где-то окажется поэтому если хотите оказаться где хорошо где блаженство где кайф где лучшие места где престол божий так станьте святыми станьте богоподобными а бог есть начальник жизни и сам дарует жизни к и всякое благо вот так вот вот такая вот история про разбойника такая вот она вся истина да очень простая понятная поэтому путь человека путь христианина это все его мысли и помышления должны быть о чем хочу о совершенстве жизни во всем христианин он не не у не унимается и не услождаются и не удовлетворяется принципе только этот условно сказать самое важное он не удовлетворяется какой-то своей мелочной святостью тому я это вроде перестал делать это не то он смотрит на себя как и потом павел говорил сколько я вам сегодня образов по вспоминал все этих и слов и прямых цитат павел говорил что невеста христова она беспятная порока это очень важно понимать хочу чтобы вы были совершенны в любви павел в другом месте пишет это очень важная вещь и ты все ты на себя что во мне не так что я не так в чем я еще да я был христианином но тут у я про веганство услышал и даже раньше не задумался платил там за это зато животных там убивают не думал мама с детства папа приучил я сам такой мне мозги открыл бог и люди я другим открываю как иисус говорил и не вздумай от этого отворачиваться тот-то грех тот-то грех все тут же себя все все и причем табу непадательное все вот зашел как фраза то было какая в первой главе сказано богом людям возделывай и храни возделывай и храни вот по ступенчикам мы отсюда должны были возделывать научился какой-то любви чашечку чая сварил адам еве принес зафиксировал до за мандаринка дотянулся зафиксировал поцеловал зафиксировал не вздумай ударить ударишь сразу на дно ада свалишься нет зафиксировал возрастайте возделывайте и хранить там имелся ввиду опять и по внутреннему раю его можно было украшать да несмотря на то что тоже недалекие религиозники все никак не имеется с творчеством это и руки татуировки плохо картины плохо до рисования плохо музыка плохо разнообразие мир прекрасен в своем разнообразил от меня одна тема за другая цепляется вечно вот и вот ты возделывай храни его сделай храни ну должны были срая ну как им сказал даже по-другому никак что мы прошли на такой путь сначала на это дно на это дно пусть вот так же не возделывали а наоборот разграбляли собственную жизнь все мы кто грешники проживали да и вот так давались но теперь отсюда еще уж возделывай и храни в том в том в том во всем станет совершенно во все вот такого путь настоящего христианина вот все естественно будет с крестом на плечах с унижением оскорблениями с поношениями с непониманием со звук со злобой со скоса со всем этим иисус прямо сказал с разделениями никуда не денешься такого жизнь не сразу все в одномоментно приходит но ты ни на кого в этом плане иисус петрович хорошо сказал когда тот про она все домогался чужого нам гайты на себя смотри иди за мной да вот так вот такое вот видео надеюсь она вам было полезно назидательно поменяет вашу жизнь и вы будьте настоящими последователями бога любви иисуса христа пришедшего во плоти и обязательно следуя этим узким и тернистым путем крестоношения достигнете совершенства и войдете небесное царство любви и сядете по правую по левую сторону на престоле его от престола его я с вами прощаюсь до встречи в следующих видео кому нравится мои видео ставьте лайки помогает продвижению видео на ю тубе подписывайтесь на канал кто не подписан жмите на колокольчик что получать уведомления о новых роликах пишите комментарии я все их как видите читаю на что могу на что имею вдохновение как считая нужным правильным отвечаю посетите мой сайт христолюб точка ру подписывайтесь на мой телеграм-канал найдете меня там веган христолюб я все свои ролики которые записывают туда выкладываю в первую очередь можно смотреть раньше чем они выходят в основном в публичный доступ и и и